Всем привет! Не успели мы огорчиться отключением серверов на консолях старого поколения, так вот уже Rockstar выкатили целое новое обновление для GTA Online. И оно очень отличается от других и отвечает на вопросы игроков, что же произошло после завершения сюжетной линии GTA 5. Итак, один из ютуберов полтора года назад, а может даже больше, снимал ролик и говорил, что является настоящей каноничной концовкой смерть Майкла. В качестве доказательства были проведены слова Рона, что Тревор сейчас большая шишка, живет в Лос-Антосе и забыл про своего старого друга Рона. И в аэропорту до сих пор есть ангар, который принадлежит Дэвиду Уэстону. Окей, ну вот вышло обновление, и одна из первых миссий наш друг Франклин говорит эту фразу. Ну думаю, вы поняли, что это за друг-продюсер. Ну какой у нас друг-продюсер? Майкл, разумеется. Значит, получается, Майкл у нас живой. Выходит из всех трех концовок, спасение всех является каноничным, но в принципе на самом деле это логично. Ну вот посмотрите, например, если мы будем убивать Тревора, кстати, миссия, где мы убиваем Тревора, будет называться правильное решение. Она ведь достаточно короткая, какая-то маленькая погоня и, можно сказать, катсцена. Никакой такой нормальной перестрелки, никакой сложности нет. Чтобы ее провалить, надо быть, я не знаю кем. То же самое про миссию Майкла. Причем там даже есть такая, как бы, трогательная вещь. Мы можем подать ему руку, он нас ударит, ну и умрет. Вот как-то это, ребята, знаете, глупо, реально. А вот перестрелка, финальная перестрелка, где надо убить всех злодеев, конечно, выглядит намного каноничнее, намного правильнее с точки зрения морали. Тот ютубер говорил вот такую вещь. Обратите внимание, Ангар носит имя Дэвида Уэстона, значит, Дэвид Уэстон жив. Ну, не совсем так. Может ведь такое быть, что создатель компании умирает, а компания носит его имя. Примеров масса. Первое, что мне пришло в голову, например, Хайнс, Форд, Джек Дэниелс и многие другие. Чтобы все вспомнить, ну, я думаю, каждый может вспомнить хоть один такой пример из жизни. Так что бренд мог и не менять название, чтобы не терять доверие инвесторов. Да и логичнее было бы, огромная поэтапная перестрелка выглядит намного правильнее и логичнее, как финальная миссия, нежели одна погоня. Далее нас ждут интересные задания, в которых очень много пасхалок, и мы рассмотрим их поближе. Во время налета в здание ФРБ Франклин немного подается ностальгия. И вспоминает, как он это делал в былые времена. Разумеется, очень нило видит старого Чопа, которого, кстати, можно погладить. И тут есть такая трогательная сцена с Чопом. Я боялся, что он умрет. Это действительно, она меня тронула, эта сцена. Благо, с ним все хорошо, ребята. Это, наверное, стоит вашего классика. В офисе Франклина мы можем видеть несколько пасхалок. Например, мы видим вот старую табличку «Работник месяца». Блин, неужели она у него так много значит? Ставьте класс, если вы тоже дорожите своей первой работой и воспоминанием о ней. Также мы можем видеть фото тети, самого Франклина, как понимаю, рядом с ним Таниша, золотой альбом у Уджилука, фигурки, картина с Чопом. Все это очень мило и наталкивает на такую ностальгию по тому, как мы проходили сюжетный режим GTA 5. Кто когда, кстати, проходил последний раз GTA 5 сюжетный режим? Пожалуйста, напишите в комментариях. Если мы спустимся в гараж, то мы увидим ту самую тачку Франклина. За столько лет он до сих пор ездит на этой машине. Далее нас ждут разборки с разного рода ворами треков. И как раз там мы можем лицезреть несколько пасхалок. Например, вот такую пластинку с Love Fist мы можем видеть на яхте. Далее мы едем на разборку в казино. И тут мы можем видеть фигурку, статуи счастья, комикс арт про разборки в Либерти Сити. И разумеется, в глаза бросается арт из GTA Vice City. Мне кажется, каждый его замечал. На разборке Баллас в гараже мы можем видеть вот такой номер Либерти Сити. Что же он здесь забыл и до сих пор непонятно. А теперь еще более интересная локация. Студия Доктора Дре. И вот тут есть пластинки с Мэтт Догом, с Оуджи Луком, Лафист и Рошель. Рошель это вот эта вот девочка из заставки GTA San Andreas, кто не понял. Далее у нас ждет крутейший бонус. Помните, еще в 2014 году Рокстар нам обещали сюжетные DLC за Франклина. Однако мы так его не дождались. И вот в итоге Рокстар сделал нам одолжение в виде нескольких миссий за Франклина и Ламара. Доступной она станет после прохождения контракта. Доктор Адре, ждите звонка от Франклина и приезжайте на студию. Далее будет то, что я не могу вам показать по этическим соображениям. Далее после вот этих действий мы превращаемся, вернее мы не превращаемся. Наша душа, наше сознание переселяется в тело Франклина или Ламара. Сложность этих миссий. Ну, во-первых, у нас нет арсенала нашего игрока. Нам приходится обходиться одним пистолетом. Это уже сложно. Вторая сложность. Мы должны проходить это вдвоем. Одному это пройти нельзя. А вы знаете, если играет в GTA Online, все зависит от вашего партнера. Если ваш партнер, мягко говоря, не то что плохо играет, а немножко неадекватен, лезет постоянно на рожон, то, разумеется, далеко вы никогда не пройдете. Вам должно очень повезти. Ну или играйте по скайпу с другом, так намного удобнее. Но, к сожалению, никто из моих знакомых, друзей не смог в этот день поиграть. Пришлось найти случайного человека и с большим трудом мы все-таки это прошли. Была проблема в том, что он ни по-английски, ни по-русски не понимал. Ну, поэтому как-то нам приходилось, я не знаю, я им просто писал «Стоп, стоп, не лезь». Ну, тем не менее, мы это прошли. А сейчас я разговариваю, в принципе, с вами без всякого сценария, потому что под конец ролика я стараюсь сценария не придерживаться, сказать то, что я чувствую, когда прошел вот это обновление. Еще заодно вам расскажу про пасхалку последнюю. Когда мы проходим миссии, у нас на столе появляются сувениры. И вот эти сувениры у нас появятся в прохождении всех заданий. Ну, а вам, мои друзья, хочу сказать спасибо за просмотр, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Следующий ролик будет намного интереснее этого. Всем пока!